Всем привет! В этом маленьком видео я закажу небольшую теорему, связанную с параллельными прямыми. Итак, параллельными прямыми называются такие прямые, которые лежат в одной плоскости и не пересекаются. Вот эти две прямые, если бы мы их продолжали до бесконечности и вот в эту сторону, и вот в эту сторону, и они бы у нас не пересекались, то мы бы их назвали параллельными. Выяснить, что они пересекаются или нет, как-то достаточно сложно, потому что мы не можем до бесконечности продолжать и убедиться в том, что они все-таки не пересекаются. Поэтому нужны какие-то признаки того, что эти прямые не пересекают. И в этом видео я докажу маленькую теорему, которая является одним из признаков того, что прямые, две прямые параллельны. Она будет звучать вот так вот. Допустим, у меня есть прямая. И эту прямую пересекают две другие прямые, притом под углом 90 градусов. Так вот, если есть две прямые, которые пересекаются третий, а под углом 90 градусов... Нет, давайте скажем так. Если две прямые перпендикулярны третий, то такие прямые не пересекаются. Так вот звучит эта теорема. Давайте докажем, как оно так получилось. Давайте разберемся, как оно так получилось. Давайте сначала рассмотрим верхнюю часть вот этого рисунка. Вот у меня есть. Нижняя вот у меня есть. Прямая, которым эти две прямые перпендикулярны. И я пока нарисую только верхнюю часть. То есть они пресекают прямые точки. И под углом 90 градусов. Давайте представим, что вот эти два луча, они пересекаются. В какой-то точке M. То есть они вот образуют. То есть они перпендикулярны. Еще вот эту прямую. Давайте обозначим их как A. И пересекаются в какой-то точке M. Так, давайте теперь я эти два луча обозначу. Ну, это, например, у меня будет луч C. А это у меня будет луч D. Вот начало этого луча. Луча D. А вот начало луча C. Теперь давайте я нарисую снизу вот от этой прямой точно такие же лучи. Вот это у меня будет луч C1. Вот у меня будет луч C1, который перпендикулярен прямой A. Луч С1, который перпендикулярен прямой A. И он является точной копией луча C. Он с прямой A имеет один и тот же угол. И он буквально зеркальное отображение луча C. Смотрите, вместе эти два луча образуют прямую. То есть как бы эта точка делит вот эту одну прямую на два луча на C и C1. Ну и тут я тоже нарисую копию луча D. Тут вот тоже получается, что вот эта вот точка, она делит одну прямую на два луча на D. и вот эта вот D1. Притом D и D1, да, это вот копия, это вот буквально вот прям копия. Так, немножко пометаю вниз. Так как C1 являются копией C и D1, один является копией луча D, то лучи C1 и D1 тоже должны пересекаться в какой-то точке. Потому что их копии пересекаются в какой-то точке. И смотрите, что у нас получилось. А у нас получилось, что вот эти две прямые имеют две общие точки. То есть еще раз, у нас получилось, что две разные прямые имеют одну общую точку. А это невозможно, потому что через две точки можно провести только одну прямую. А это противоречие как раз и доказывает, что две прямые перпендикулярные и третьи не пересекаются. Вот, в принципе, и все доказательства. Такой тип доказательства называется доказательством от противного. Так, давайте я еще раз расскажу схему этого доказательства. То есть у меня вот была теорема, утверждение о том, что у меня есть две, две разные прямые, две прямые, которые перпендикулярны третьей, две прямые перпендикулярные и третьей не пересекаются. Не пересекаются. Вот, чтобы доказать это утверждение, две прямые перпендикулярные и третьей не пересекаются, я предположил, что они все-таки пересекаются в какой-то точке M. То есть первая часть доказательства это такая, в которой мы предположили, что наше исходное утверждение неверно. А во второй части нашего доказательства мы искали противоречие с, мы искали, в второй части мы искали противоречие, которое бы доказало, что на самом деле верно исходное равенство, а не противоположное. То есть вот мы предположили, что две наши прямые все-таки пересекаются, и получили, что если бы они пересекались, то они бы тогда имели две общие точки, а это противоречило бы тому, что по условиям мы рассматривали две разные прямые. То есть у нас получилось, либо эти две прямые не пересекаются, либо же эти две прямые пересекаются, и сразу в двух точках, и это на самом деле не две разные прямые, а одна и та же прямая. Вот. Еще раз, такой тип доказательств, когда мы предполагаем неверность исходного утверждения, называется доказательством от ратива. Продолжение следует...